Во-первых, чуваки, я вас поздравляю. У вас теперь цифровая экономика есть. У нас она тоже есть, но видишь, у Назара цифровая экономика подвисла немножко. С нами два представителя счастливой страны Беларусь, которая теперь будет не экспортировать рабочую силу айтишников и будет создавать свой продукт. Ну, точнее, не сейчас, а через три месяца, я так понимаю. Все, все начнется. С нами Алекс Воробей из Киберфонда. И с нами Рома из компании Wilbert Slow Firm. И еще Назар, у которого, наконец-то, работает и видео, и звук одновременно. Назар Полывка, ты выглядишь как иностранец из Бананового острова. А ты можешь сам себе представить? А то я сейчас наговорю лишь всего. Я сам себе представить. Назар, ты юрист? Да, я юрист. Я твой коллега, еще больше того, так сказать. Я партнер Димы Гадумского, компания SunPartner. Занимаемся криптой. А еще все, что с этим связано. У меня большой список вопросов. Я предлагаю начать с истоков, потому что не все знают, что такое ПВТ. Расскажите, пожалуйста, что такое ПВТ и кто в нем сейчас сидит. Ну, ладно, не сидит, извините, находится. В Украине это слово такое вот. Кто там сейчас находится? Ну, наверное, я могу начать. Там, по сути, особый режим, созданный в Беларуси еще, если не ошибаюсь, в 2004 году для IT-компаний. Есть мнение, что, в принципе, был пролоббирован большими аутсорсинговыми компаниями. И вот до текущего момента, в принципе, большинство компаний, они либо аутсорсинговые, либо это R&D-центры. А, то есть, территориально... Скажите, аутсорсинговая компания, кроме E-Pama? Ну, и Transition есть. Из таких, кто на биржу Нью-Йоркскую выходил, наверное, больше никого не скажу. Алекс, есть кто-то еще такие со всем, кто гремят? Кто прям гремят? Не, ну, понятно, что IT-чарт, IBA, IT-парк. Господи, я сейчас уже не вспоминаю. JunoLab, по-моему. Ну, как бы, достаточно там народу. Их там целый лист, десятки-десятки компаний. Ну, смысл, да, основной смысл заключается в том, что это, как правило, компании, которые ведут аутсорс-разработку. И у нас, на самом деле, именно в рамках ПВТ до настоящего момента было достаточно немного именно таких проектов продуктовых, чтобы они все права сохранялись на них, на территории Республики Беларусь. И отсюда осуществилась реализация. Как правило, даже если какая-то компания пилит продукт, они его просто передают либо по договорам, либо там какую-то материнку, зачастую на Кипр. То есть это как бы самая стандартная схема, самая безопасная. И на Кипре уже, как правило, находятся основные активы. А можно вопрос? Парк высоких аналогий. Это просто как специальный режим или это есть физическое место, как бы, где все вместе находятся? Он экстерриториален. То есть, как бы, формально территория его очерчена, но он, по сути, экстерриториален. То есть, чем он отличается от того же до Сколкового. Но я, может, сейчас ошибаюсь. Насколько я знаю, там Сколкового нет экстерриториальности, там вот прямо нужно и сидеть. В нашем случае, как бы, это не так, что, по-моему, довольно-таки удобно. Но все равно, по большому счету, все, они, насколько мне известно, может, есть исключение, они дислоцируются на территории Минска. Да, все в Минске. Ну и, по сути, льготы, которые были предоставлены, там освободили от налога на прибыль, но, по сути, поскольку это РНД-центры, там прибыль относительно легко регулируется. И основные льготы, которые были, и которые там прямо все почему туда хотят, социальные налоги очень ограничены. То есть, они там ограничены, наверное, средней зарплатой по республике. И, как, наверное, и в Украине, почти везде социальный налог – это одно из самых больших налоговых или квазиналоговых применений на фонд оплаты труда. И его отсутствие позволяет сэкономить просто очень много денег на каждом работнике. Ну и чуть-чуть уменьшенный подоходный налог, там с 13 до 9 процентов. А вот как стать резидентом ПВТ? То есть, есть специальная процедура, вот, нужно, ну, как бы, с юридической точки зрения. Что нужно для того, чтобы стать резидентом ПВТ? ПВТ. Основные, как бы, критерии, критерии вступления в ПВТ, они прописаны в соответствующем положении. То есть, проект, он должен подпадать под одну из категорий, и последним декретом, в частности, эти критерии были немного расширены. По большому счету, если вы занимаетесь хоть какой-то, ну, нормальной разработкой софта, делаете что-то более-менее такое в тренде, да, то вы однозначно являетесь там на вступление. Помимо прочего, при подаче документов ПВТ требуется предоставить бизнес-план, для этого имеется соответствующий акт восстановления совмина, который примерно описывает, что в этом бизнес-плане должно содержаться. Ну, и наблюдательный совет, получается, это орган в парке высоких технологий, все члены которого назначаются указами президента, насколько я помню. Наблюдательный совет принимает решение о целесообразности вступления или об отказе, причем выдает мотивированный отказ, почему и как вы не вступили. Алексей, слышишь, а ты можешь ответить как-то, ну, вот, если бы тебя спросил какой-то стартапер о том, что, слушай, Леш, а сколько времени вот займет получить у вас резидентство в ПВТ по сравнению, например, с регистрацией компании в Делавери? Вот что-то, ну, что-то со сроками и насколько это сложно? Вот просто там простыми словами. Ну, по крайней мере, знаешь, я слышал абсолютно разные вещи от разных людей. Для кого-то это просто, для кого-то это очень непросто. Учитывая, что, допустим, там за прошлый год, может быть, я ошибаюсь, может, Рома меня правит, по-моему, и 20 компаний, наверное, в прошлом году не зарегистрировали в ПВТ, то есть, как бы, что может говорить о том, что, возможно, какие-то определенные, скажем так, барьеры на вход есть, то есть, скорее, какие-то уже, может, неформального характера. Ну, меня сейчас затрудняют ответить, что врать, я сам ни одну компанию туда не сопроводил лично, поэтому только могу ориентироваться по тому, что говорят. А по срокам, как бы, там никаких ограничений, насколько я помню, до изменения, вроде бы, каких-то не было, а сейчас, сейчас, по-моему, есть, кажется, какой-то срок установлен на рассмотрение заявки, вроде месяц, но сейчас не помню. То, что я знаю, то, что было видно, это надо рассчитывать на полгода было. Сейчас, в принципе, ничего не поменяли, в общем-то, по срокам, да, но по результатам принятия вот этого декрета распространили такой, ну, не инсайдерский, полуинсайдерский медиакит, и там в ответах и вопросах было обещание, что процедура ускорится, и все это станет намного проще и быстрее, что, наверное, логично, с учетом, что в том числе декрет заточен на то, что компании какие-то иностранные тоже ринутся в ПВТ и начнут эту процедуру проходить. Но так, мне кажется, это больше было ограничение по срокам административное, то есть поскольку этот наблюдательный совет, да, должен это рассмотреть, то понятно, что там все сидят очень занятые люди, и во многом обуславливалось именно вот это административное рассмотрение, собраться, посмотреть, кому-то объяснить, почему то, что ты делаешь, это очень важно, инновационно, и почему бизнес-план реальный. Слышишь, гляди, вот то, что я сейчас... Ну, я так понимаю, что стать резидентом ПВТ может только местная компания. То, что стать резидентом ПВТ, это возможно, не невозможно, но это как бы туда пускают не всех. А сколько занимает времени создание компании, юридического лица в Беларуси? Ну, за неделю можно справиться с открытием счета вместе. То есть это в таком расслабленном режиме достаточно. В очень расслабленном, на самом деле, ну, по-хорошему 3-4 дня, ну, открывают вообще... Да, 3-4 дня. Регистрация юридического лица по большому счету, да, там, сутки, но там сутки надо подождать, чтобы согласовали на именование, сутки на подачу, там, сутки на какую-то бумажку, в принципе, то есть до недели рабочий в расслабленном режиме спокойно. У меня еще один вопрос, просто сейчас, пока Назар вас начнет терроризировать по своей крипте, у меня есть такой глобальный вопрос. Вот, Леш, мы когда делали с тобой веб-каст, когда еще декрета не было, он был еще в проекте, и ты единственный, кто согласился про декрет поговорить, очень в таких аккуратных выражениях. Спасибо тебе за это. Так вот, ты тогда сказал, что в Беларуси та же трабла, что и в Украине, это аутсорсинговая компания, аутсорсинговые эти компании. По сути, продуктовых компаний, ты говорил, что у вас продуктовых компаний очень мало, и задача декрета – это как раз превратить Беларусь, цитирую, из банановой республики в страну, которая будет зарабатывать здесь у себя, а не где-то, допустим, R&D-офис в Беларуси, здесь там просто кост-центр, а зарабатываются все деньги, я седаю там в офшоре, например. Так вот, тогда цель декрета была такая, чтобы сделать, развить здесь именно программное направление, продуктовое направление. Изменилась ли цель декрета и прочитал ли ты эту цель уже в финальной версии декрета? Действительно ли это так? Ну, все на это указывает, действительно, тут изменений никаких, потому что попытка имплементации отдельных институтов английского права, ну, скажем так, тут у нас появилось мнение, что это вовсе не английское, а российское право, отчасти справедливое, потому что формулировки, которые были использованы, они действительно были где-то позаимствованы, где-то дополнены из российского заказа, который еще был изменен в 2014 году. Но все они, все вот эти вот изменения, они направлены на то, чтобы развить венчурную индустрию и нарастить приток капитала именно в нашу страну. То есть появление конвертируемых займов, опционов, корпоративных соглашений по любому иностранному праву – это все попытки дать гарантии инвесторам для того, чтобы они не боялись заходить в эту страну, и использовались адекватными нормальными инструментами, которые уже существуют 100-150 лет, и которые были неочевидны для нас ровно до 2017-го. Звучали как бы небольшие возмущения, ну, может, даже достаточно серьезные, что, в принципе, все эти институты стоило бы распространить и на всю остальную страну, не стоило бы замыкаться только на ПВТ. Но мне кажется, что критики, они немножко, может быть, не дочитывают или забывают, да, то, что в декрете написано, что многие вещи там делаются для цели эксперимента. По большому-то счету, если сегодня взять и выпустить условно конвертируемый займ, скажем так, на улицу, да, на мороз, непонятно, какая будет формироваться практика правоприменения, как суды будут на это реагировать, и действительно ли, не получим ли мы из-за одной неверной или немножко некорректной формулировки целую... А я просто даю, у меня там будут отдельно вопросы по венчуру. Я пока предлагаю поговорить про крипту. Еще я один вопрос вспомнил, сори, вот я его задам перед Назаром. Ну, я, извините, я еще просто дополню, да, 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 что просто это уже как бы как естественно, поэтому, наверное, Алексей забыл упомянуть, что очень расширили же виды деятельности, которые могут делать резиденты ПВТ. То есть там включили уже и продуктовые компании, разрешение использовать каким образом, то есть до этого нельзя было, то есть формально даже это не подпадало под виды деятельности. Добавили там биотехнологии, нанотехнологии, беспилотные машины, обучение нейронных сетей, там все что угодно. То есть взяли просто все хайповые штуки, которые были, да, и туда просто так копий-плейстом из Википедии. Да, еще самое важное, о чем я забыл упомянуть, это про указание о том, что в субсидиарной ответственности могут быть привлечены менеджмент, сеньор менеджмент, это директор, и учредители только в том случае, если в их действиях имелся состав преступления. Ну, это специфически ваша проблема, потому что в Украине ведь нет субсидиарной ответственности руководства и учредителей. Мы об этом говорили вот с тобой тогда на предыдущем веб-касте, то есть для вас, я понимаю, это такая революционная штука, я постоянно читаю, что у вас там что-то с этим, там траблы какие-то, но у нас, потому что этого в Украине нету, вот, а получается, те, кто захотят сейчас пойти в Беларусь, они должны понимать, что на топ-менеджмент и на учредителей может распространяться... Уже нет. Уже нет на тех, кто в ПВТ. Нет, ну просто, если там... Ее открыли совсем. Нет, ну не то чтобы совсем, если речь идет, допустим, об умышленном доведении до банкротства, это вот конкретно должна быть прямая вина, то есть прямой умысел на совершение определенных действий. Если я, допустим, раздеваю умышленную компанию и эта вина прям вот доказана, ну, конечно, в таком случае будет уголовная ответственность, пойдет вместе с уголовным делом гражданский иск и будет субсидиарная ответственность. Но не будет как раньше, когда, например, суд там с формулировкой не предпринял должных мер по минимизации расходов, начинает навешивать миллионные субсидиарки на директора, и он наказан тем, что он всю жизнь должен. Все, я передаю эстафету Назару. Смотри, ты в прошлый раз говорил, что крипта и криптобизнес его в декрет, ну, по сути, довесили. То есть идея была вообще IT-предпринимательства и внедрить институты корпоративного права английские. Но мы говорили, сколько, по-моему, месяца три или четыре назад мы назад говорили, и ICO тогда еще был бум, но не настолько, не такой, как сейчас. Вот. Тогда мы решили, что это больше такой довесок был, да, к IT. А сейчас маркетинг в основном такой, что декрет сделал из Беларуси крипто такой, криптоостров. То есть сейчас, получается, поменялось. Крипта стала на первом месте, да, а все остальное, как бы, отодвинулась на второй. Ну, просто кого удивишь, какую мировую прессу удивишь тем, что к учредителям не применяется или кого удивишь тем, что у нас появился опцион или там non-disclosure agreement или, ой, смысле, non-solicitation. Да, non-disclosure, сорян, non-solicitation, да. Кого этим удивить сегодня? Да никого. Можно уделить для себя. Украинскую общественность можно удивить, кстати. Соседей можно поудивлять. То есть мы неслабо, как бы, хайпанули на этом. Действительно, это та точка, где можно конкретно прорекламировать бизнес в стране. Но, как мне видится, я, честно, вот мое персональное отношение к документу и тем изменениям, кстати, мне, наверное, стало неинтересно, он ушел. Мое персональное отношение к этим изменениям, меня больше радует как раз-таки не криптовалютная часть, а именно те изменения, которые были предприняты в части корпоративного законодательства. На самом деле, вот я когда смотрел декрет, вот сейчас много, много очень там говорится, что Беларусь превратится в криптомеку и так далее. Много чего хорошего. Ну, вот как у меня сложилось впечатление, может, вы меня поправите или нет, но что это как бы даже по субъектному складу, составу, смотря, кого урегулировали. Я к тому, что, как бы, у меня сложилось впечатление, что, на самом деле, в декрете больше внимания уделили криптообменникам и криптобиржам, да, чем непосредственно ICO, потому что Стима сказал ICO, ICO. Ну, я не соглашусь с этим точно. Не знаю, может, мы в разных местах читали, но ICO урегулировано, написано, что вот есть там обменники, да, есть операторы криптоплатформ, которые, собственно, через которых эти ICO могут и проводить, и предусмотрено, что любое, в принципе, юридическое лицо может проводить эти ICO, и тут даже была некоторая... Вот я хотел спросить, вот как оно работает, потому что я смотрю, да, криптоплатформы, у нас, у нас же все можно делать только через резидентов ПВТ. Получается, что я, как обычное юридическое лицо, не могу выпустить свои токены, да, и должен обратиться к резиденту ПВТ, который осуществляет непосредственно эту деятельность. Вот я как пробовал нарисовать себе в голове схему, и получается, что у нас криптоплатформа есть, это как бы как биржа, да, а вот отдельного субъекта, который занимается именно созданием токенов и выпуском токенов, нет. То есть, я для себя вижу схему такую, что получается, что я, юридическое лицо теперь в Беларуси, буду делать ICO исключительно через криптобиржи, которые и резиденты ПВТ. Вот. Правильно ли я понимаю? Здесь есть, в общем, два момента, наверное, уточнения. Надо отметить, что резиденты ПВТ, они могут не обращаться в соответствующее, как написано прямо в декрете, в организации, осуществляющие соответствующий вид деятельности, да, они могут не обращаться и осуществить выпуск самостоятельно. Другое дело, что они, возможно, им придется пересогласовать свой бизнес-план с администрацией ПВТ. То есть, когда они как бы подают бизнес-план, туда входят, они объясняют, чем они что будут заниматься. Если вдруг они решили провести ICO, они должны будут это согласовать с соответствующими органами. Это первое. второе, по поводу точки проведения ICO. Это вот такой тонкий момент, который, на самом деле, вот лично я не понимаю, потому что, если обратиться к пункту 2.1, к одному, там, получается, к предпоследнему абзацу, там вот сказано, что можно, по сути, провести ICO через операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют, иных резидентов ПВТ, осуществляющих соответствующий вид деятельности. Вопрос, какой вид деятельности, о чем идет речь? Вот. Вот именно этот вопрос меня интересовал. Я читаю вот именно, я читаю этот пункт таким образом, что, в принципе, любой резидент ПВТ может стать таким своим родом офферером, то есть они могут стать этим самым листером, который будут предлагать токены. То есть, по сути, можно создать свой аналог поинлист. Я, то есть, это бизнес-модель, то есть, получается, что, как бы сейчас как ICO делает, ты делаешь, ну, у тебя есть своя юридическая, своя, компания где-то, да, ты сам разрабатываешь тебе кошелек, сам генерируешь токены и сам их у себя через свой лендинг продаешь, как бы, это общая такая практика. Получается, что DECREAT как бы чуть бизнес-модель меняет. Получается, что я, как юридическое лицо, обычное, не резидент ПВТ, я не могу выпустить свои токены и продать. Я могу их выпустить и продать только через резидента ПВТ, а получается, что реально прописаны функции как бы только криптоплатформ и криптообменников. И получается, что резидент ПВТ может заниматься выпуском токенов, по сути, делать специальную ICO-компанию, которая будет заниматься разработкой кошельков, да, делать всем ICO. но как бы это детально не прописано и для меня, если бы я сейчас кому-то предлагал из клиента, потому что клиенты уже спрашивают, как делать ICO через Беларусь. Я вижу из декрета, я почему спросил, насколько ICO упростили, потому что я вижу бизнес-жунайль такую, что я должен обратиться на крипто-платформу и только через биржу, которая мне сделает эти токены или не сделает, я смогу их распространять. Да? Ну, а так по сути ты можешь обратиться к любому резиденту ПВТ. это согласовал. Извини, Ром. Да, да. Слушай, Назар, по сути, я пока что вижу, что пытаются сделать систему аналогичную условно ценным бумагам с банками, когда есть оператор вот этой крипто-платформы в ПВТ, который как бы делает этот сабскрипшн, то есть условно говоря, он выступает стороной в сделках по продаже этих токенов, изначально ICO непосредственно. Агенты. Вот. И потом уже обеспечивают перечисление чего он смог на этом ICO собрать компании. Ну да, получается так. И здесь еще интересный вопрос в контексте. Потому что для меня, например, ICO это череда проблем, которые нужно решать. Проблема номер один, номер два. Проблема одна из самых больших проблем это как бы банки, банкерские счета, обмены и так далее. Вот. И получается, что как бы в самом декрете прописано, что там есть два пункта, которые касаются банков, ну как бы финансовое регулирование. да, что как бы опросом разрешили открывать счета в банках и финках, да, как в Беларуси, так и за пределами. А также там есть интересное такое положение, что как бы валютное регулирование не распространяется на резидентов ПВТ, которые занимаются вот именно всеми занимаются криптой. Вот как бы мне вот реально интересно, сколько будет реально открыть банковский счет для компании, которая хочет сделать ICO, и вот насколько реально, исходя из декрета, и как бы не только из декрета, а как существующей практике, насколько реально будет сделать компанию, которая достала токены, разместила их через криптоплатформу и получила крипту, обменяла их и получила на свой счет. Да, я думаю, что это будет очень реально, потому что пока до Беларуси вот это вот сумасшествие с тем, что банковский счет нужно открывать по два месяца и объяснять кто ты, что ты, где ты, показывать нижнее белье, все остальное это не надо, счета открываются, если не автоматически, то полуавтоматически. Предполагаю, что при перечислении, допустим, средств от операторов к комитенту, этому ICO, который заказал услуги этой операторой криптоплатформ, будет там указано назначение платежа какой-нибудь соответствующий, и проблем с этим не возникнет. Что будет у оператора криптоплатформ с банками, ну, это отдельная история, но, опять-таки, видя там политический вес, да, и тот, который есть, и момент, который есть с принятием этого декрета, предполагаю, что банки тоже достаточно лояльно будут к этому относиться. Единственный вопрос, конечно, что, как на это все будут банки смотреть, когда начнут задавать неудобные вопросы всякие банки, в которых не корс-счета открыты, да, и как будет соотноситься... Это хороший вопрос. Да, как будет соотноситься вот это наше вольное положение о том, что положение об отмывании денежных средств не относится к этому, при том, что как бы банки не в ПВТ, и к банкам вот это вот все антиотмывочное законодательство продолжает применяться, и там, как и у нас, как и, наверное, везде в мире, банки – это там ключевой, что ли, пункт контроля всех этих операций денежных, а с точки зрения вот когда резидент, который заимитировал, будет получать деньги, я не думаю, что будет с этим проблема, что с открытием, что с получением Но мы сейчас говорим только о открытии банковских счетов именно в Беларуси. Получается, что мне, как любому юридическому лицу, да, резиденту, там, не резиденту ПВТ, а просто резиденту в Беларуси, да, как бы можно сделать ICO через криптобиржу официальную через оператора, да, я называю это криптобиржу, это оператор криптобиржи, это оператор криптопформы, давай спросим, назови меня криптобиржей, да, через криптобиржу я провожу ICO, продаю свои токены, получаю, получаю крипту, крипту меняю на белорусские рубли и загоняю на свой счет в белорусских рублях, правильно я понимаю? то есть это как бы то, что реально вот сейчас по, вот как бы схема работы, которую предлагает декрет, да? Я правильно понял? Да, 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 тут просто может возникнуть, ну как, вернее не вопрос, формально же декрет разрешает банкам, ой, первыми организациями, которые находятся в ПВТ, открывать счета в иностранных банках, как бы будет интересно просто как будет легко биржам открыться в иностранных банках, потому что просто банально для закрытия костов, да, допустим, той же самой биржи, было бы неплохо там поиметь какие-то счета в Европейском Союзе, в каком-нибудь европейском банке или еще где-нибудь, и просто было бы интересно посмотреть, как банки будут иностранные, разумеется, в контексте IML Policy, вот как бы они, как они будут реагировать на наши криптобиржи, это то, что Рома сказал, да, это то, что Рома сказал, на самом деле вопрос, получается, что как бы декрет декретом, но если мы пойдем все равно иностранным банкам, риск того, что они просто будут смотреть на эту всю историю, как на все обычные криптобиржи. Или даже к иностранным гражданам, если американские граждане будут пользоваться услугами биржи, это отдельный вопрос, особенно в экстерриториальности американского законодательства, если фаундеры этой биржи не хотят выехать там в страну Евросоюза и там вдруг увидеть материализующиеся наручники у них на руках, конечно, было бы желательно, чтобы они какие-то АММЛ-полиси, хотя бы соответствующие мировым стандартам, внедряли. То есть, я правильно понимаю? Получается, что декрет, он решил вопрос внутреннего отношения белорусской власти и белорусского эстеплишмента к вопросу крипты. То есть, вот вы занимаетесь себе вот тут, мы вас трогать не будем, вот вам преференции, вот получите право открывать банковские счета, где хотите, вот идите туда и делайте, делайте вот что хотите, а как будет там, мы к этому отношения как бы не имеем. Получилось, что это как бы внутренняя история, потому что у вас как бы, потому что у нас, например, ну у нас валютное регулирование, наверное, очень похоже к вашему, да? В вашем случае, как бы вопрос внутренне решили, а внешний, внешний все равно нужно решать обычными путями, которые, которыми сейчас все новости айтиосные компании и все криптобиржи. Ну, я могу предположить, что может быть немножко легче станет, если будет там условное заключение Эрстен Янга, который напишет, что там все было проведено в соответствии с законодательством в Беларуси, да, то есть там по месту сбора все хорошо, деньги получены легально, там эта криптобиржа, там она получит какой-нибудь аппрувал, то, что она соблюдает там какие-то базовые KYC и AML политики, да, которые еще будут разрабатываться. Ну, возможно, это облегчит все-таки там отношения с иностранными банками, с иностранными там контролирующими органами, которые будут узнавать, откуда эти деньги взялись. То есть это как бы легально здесь, нахождение денег вроде как будет законно. Слушайте, тут постучался один известный украинский функционер ICO и криптобизнеса Никита Кныш. Никита, привет. У Никиты вопрос, как я понял, а помните, что, где, когда, да? Никита Кныш из города Харькова интересуется. Как мне показалось, мы уже ответили на этот вопрос, значит, что спрашивает Никита? Он говорит, что обычно под ICO мы делаем двухуровневую структуру, компания, которая делает сейлы, компанию, которую мы потом фондируем и которая дальше делит продукт. Никита спрашивает, если решили, дословно, если разрешили ICO в Беларуси, то может ли юрлицо Беларуси выпустить свою крипту, потом через биржу Беларуси поменять часть в деньги, а деньги внести на счет компании или в капитал, потом уже тратить их на продукт. Вот я Никите ответил, что, по сути, в Беларуси сейчас не нужна двухуровневая структура достаточно одной компании. То есть мы сделали токен сейл, продали, вышли в фиат и, по сути, у нас в уставнике что? Ну, тут вопрос, что все происходит в беларусских рублях. Ну, в рублях, да. Важно понимать, потому что очень многие хотят сразу доллар получить как бы побыстрее, а вот тут нужно это учитывать. конвертироваться не особая проблема. Получается, что юридическое лицо потом может конвертировать беларусский рубль без проблем в доллар. Нет, есть определенные нюансы, но не совсем там без проблем. Я поэтому уточняю, да. Я немножко сказанул, на самом деле, да, с небольшими проблемами. Ну, просто смотря, да, какое положение у этого юрлица и какие-то... То есть, на самом деле, если смотреть с точки зрения вот то, что мы как бы... Если смотреть с точки зрения задач, которые Дима вот вспомнил, что декрет как бы был направлен на то, чтобы оставлять, чтобы развивать именно продуктовые компании в Беларуси и оставлять продукты в Беларуси, чтобы все... Оранжи, чтобы все было в Беларуси. С этой точки зрения делать ICO беларусской компании в Беларуси получается, что да, потому что ты можешь выйти в беларусский рубль, оставить беларусский рубль. То есть, это как бы... Получается, в слюз критока капитала ты получил крипту из ГМИ, обменял ее на биржах и обменял ее на биржах, получил рубль и работаешь в три страны, платишь зарплаты своим разработчикам в рублях. То есть, получается, что вот в этом направлении как бы оно работает хорошо. Ну, Назар, есть еще такая штука интересная. Вот меня может Алексей поправит. Сегодня тоже вопрос интересный коллега задал. В принципе, нет уже ограничения, чтобы ICO, только беларусские юридические лица проводили через оператора. Хороший вопрос. Может, могут и иностранцы прийти, только здесь скорее будет вопрос. Все равно как бы все эти вещи они проходят через согласование с ПВТ, да, и... То есть, тут вопрос, да, там, разрешат, не разрешат, и... Вот это вот такой вот момент. Ну, может быть, надежда была все-таки, что оператор ПВТ проведет это ICO, а там условно, ну, как это, руки в МИДу останутся все равно. я думаю, я уверен более чем, что на этот счет еще будет своя подзаконка, если даже не будут подзаконки, будут какие-то разъяснения, потому что у нас Совмин и администрация ПВТ уполномочены писать разъяснения на этот счет, как я сейчас, если точно там цитировать, по-моему, так и звучит разъяснение, если не ошибаюсь, так-так-так-так-так, тогда разъяснение, разъяснять вопросы применения настоящего декрета. То есть это по факту будут прообычные какие-то рекомендательные письма, которые не являются нормативными правовыми актами, но что-то мне подсказывает, что они будут де-факто обязательны. Ну, там еще есть такая общая фраза, что Совмин должен принять иные меры по реализации декрета. Ну, то есть, это скорее всего, да, не конец, и еще, возможно, предстоит, ну, как точно предстоит работа, потому что есть несколько отсылочных пунктов, в частности, 4.1 по АМЛ, есть пункт по вопросам бухучета, когда там на Минфин скинули, по-моему, 3-4, кажется, да, вот, то есть есть еще вещи, которые будут дорабатываться. Рома, Леша, а у меня еще вот такой вопрос возник. Сегодня Назар там с Климом и с Арцингером написали текст, и мне там понравилась одна фраза, которая, ну, в принципе, мы с тобой, Леша, тоже, ты эту фразу в другом немножко, в другом немножко форме говорил, так вот, говорят, что белорусский бизнес всегда исходил из презумпции, что если что-то прямо не запрещено, но при этом прямо и не разрешено, то это скорее всего таки запрещено. Так, в этой связи токены, токены признали объектами вечных прав, а также активами для целей бухучета, которыми можно свободно владеть любые юридические лица. Скажи, а я могу оставить эти токены в залог в банке? Ну, другими словами, могу ли я по сути с их токеном токены на что? То есть это здесь очень важный вопрос. Да, согласен. Важный вопрос. Токены биткоина. Давайте токены биткоина, например. Окей, давай. Токены биткоина, давай. Ну, просто, допустим, если говорить конкретно про банковское заказательство и про залоги, там будет написано, в чем может быть выражен залог. И это будут отнюдь не деньги, ну, соответственно, и не какое-то недвижимое имущество. То есть, если вы, допустим, там токенизируете недвижимое имущество, то так нельзя, потому что, по-моему, из чего в декрете написано, что там двигать токены, которые, грубо говоря, удостоверяют те права, которые подлежат государственной регистрации, нельзя. Ну, там сказано скорее, что ты двинул токена, потом еще сходи в БРТИ и зарегистрируй. Ну, я думаю, что они просто пока что не хотят прям совсем все усложнять, чтобы мешать вот эту государственную регистрацию, стокенизация, это просто будет взрыв. Простите, а для понаехавших, что такое БРТИ? Ну, это... Ну, бюро технической инвентаризации, где госрегистрация недвижимости. У нас БТИ, но только это же недвижимость, чем он занимается. То есть, если у нас токен выражает какой-то объект недвижимости, да, то тогда нужно идти в БРТИ. Ну да, если, допустим, токенизированные доллары, то вот это вот интереснее. Я бы на самом деле подумал бы... По сути, да. В этом случае удостоверяют денежные средства, почему бы и нет. Отвечая на Тимин вопрос, я считаю, что пока что нельзя, к сожалению, потому что предусмотрено, что юрлицы Республики Беларусь могут только владеть, как бы, не ограниченно, а иные операции через, получается, ПВТ-резидент. Резидент ПВТ, почему бы он сам может... А, нет, резидент ПВТ, да, я имею в виду юрлицы, которые нет ПВТ. Но правильно я понимаю, что токены, любые токены, в том числе, это как бы, насколько я понял, что декрет исходит из того, что дается широкое, широкое очень... Я просто, как бы, сделаю поправку о том, потому что, когда я сказал токены Биткоина, наверное, там часть тех, кто слушает, сейчас так оморщились в Биткоин, это же, ну вот, насколько я понимаю, в декрете как бы, дано широкое определение токенов и определение токенов включает в себя криптовалюты так же. Да, оно дано как родовое. Да, вот получается, что... либо это криптовалюта, либо это символ какого-то права. Да, вот мне интересно, но прямо, вот, прямо, в действии не сказано, но, как бы, я так понимаю, что тогда токены получаются вечным правом, да? Это вот сложный вопрос. Для целей налога отчуждение токена признается реализацией имущественного права. Для налоговых это совсем... Но это для налоговых целей. Подождите, а разве не освободили от налогообложения деятельность в крипте? Это до 2023-го, да, ну, до 2023-го. Вот наступает у нас 2023-й, и каждый токен облагается как имущественное право. И последствия... То есть, пока что не облагается, верно? А через 5 лет, через 5 лет любой оборот... Ты через 5 лет что-то вот там, погоди, сейчас, все сейчас. Любой оборот биткоина по факту будет облагаться НДС через 5 лет, то есть... Через 5 лет? Да. Сейчас нет? Сейчас нет. То есть, оборот любого токена, включая биткоин, да? Это очень важно понимать, что... По сути, так и есть. Но это, да, посмотрим, там, естественно, будет принята новая нормативка, этот вопрос будет решен, так что тут, ну, нечего посыпать скову пеплом. Как бы я правильно понимаю, что, исходя из декрета, получается так, так, что операции, которые позволены юридическим листам осуществлять, там, обычным юридическим листам все через резидентов ПВТ, резидентам ПВТ можно только менять токены на токены, токены на валюту, да, а вот токены на услуги, товары и другие истории, получается, менять нельзя. Ну, здесь было явное сопротивление Назбанка на этот счет, они делали и публичные заявления, их, прежде всего, здесь волнует монетарная политика, чтобы субъекты просто не начали, ну, грубо говоря, скажем так, подрывать белорусский рубль и валютную стабильность, потому что... У вас хороший курс белорусского рубля, два к одному, к доллару. Ну, когда-то он был, там, 20 тысяч, когда-то там еще больше, у нас уже было две деминации. Пока мы в лирику не свалились, я вот спросил про банки, у меня точно такой же вопрос про биржи. В Украине трабл в том, что биржа может торговать только теми ценными бумагами, которые прямо законодательством предусмотрены. Соответственно, токен ни в каком виде пока что биржа, ну, обычная, там, stock exchange, не может торговать токеном в Украине. Что будет в Беларуси? Ну, в Беларуси, прежде всего, написано же прямо, что законодательство секьюритизации не распространяется, то есть, де-факто я могу, например, выпустить токенизированные облигации без проблем на свою вот компанию, допустим, там, я создал компанию, сразу же могу выпустить токенизированные облигации, и никакого резервирования, всей этой нормативки по секьюритизации мне теперь не нужно. Страхование, там, все-все-все. Это хорошо или плохо, в зависимости от того, как вы к этому относитесь, скажем так. Кто-то скажет, что это очень хорошо, кто-то скажет, что это очень плохо. У меня еще такой вопрос, я как бы, секьюритизация, а мы можем ли мы токенизировать, извиняюсь, можем ли мы токенизировать корпоративные права, выпустить токены, которые, грубо говоря, токены акций. И сделать в Беларуси дало. Это сложный вопрос, просто потому, что императивку хозяйственную как бы никто особо еще не отменял, именно вот по работе хозяйственных обществ. Ну, получается, что по декрету как бы, там прямо об этом не сказано, но как бы это можно предположить, да? Ну, да, скорее всего, это сделать по текущему тексту можно, поскольку нет ограничений, по сути, на права, которые не могут удостоверять. Но с практической точки зрения это может стать проблемой. Ну, то есть, потребует дополнительной регистрации, еще чего-нибудь, что как бы смысл токена убирает. Я почему спрашиваю, потому что, как бы, токенизация корпоративных прав, это сети ICO, которые не utility токена, которые реально хотят как бы сделать аналог венчура только в крипте. Получается, что им очень интересен вариант токенизации именно корпоративных прав, потому что я знаю, что в Делавери уже есть в этом направлении движение, они там как бы у них там есть тоже. Назар, можно сделать как бы, здесь вопрос техники. На самом деле, ну, я так думаю, я не уверен, насколько это исполнимо в данном случае, но почему бы не написать, например, в уставе, что на решение общее собрание, например, там, ключевое влияние или обязательное влияние, там, играет голосование вот на вот этом вот смарт-контракте, грубо говоря, указать адрес. У вас так можно? Ну, вот здесь это вопрос, это просто то такое, сейчас пора создать на уровне, но, ну, если руководствоваться здравым смыслом, да, как бы, почему бы и нет, но если начать потом зачитать закон о хозообществах, да, внимательно, я думаю, что мы найдем несколько противоречий. А можно к вам еще такой вопрос? Насколько я понимаю, там же, да, будет еще этот весь декрет дорабатываться, или дорабатываться, но на уровне, подзаконной нормативки, да, будет еще движение там по Минфину, по Нацбанку, насколько я понимаю, да, вот вопрос, как бы, продолжая тему тактинизации корпоративных прав, как бы, в этом направлении есть какая-то возможность что-то сделать, чтобы как-то этот вопрос урегулировать, и такую возможность каким-то образом выкристаллизовать, как бы, не, не сложно, так как бы, понимаете, да, как бы, потому что на уровне какого органа должна быть проведена выпущенное разъяснение, да, или как это сделать? Скорее всего, это должно быть урегулировано опять новым декретом, я почему сомневаюсь, ну, потому что, если говорить, вот прям токенизировать конкретно доли, то, ну, доли в организации у нас регистрируются, ну, как и любая организация, это госрегистрация, и у нас же в декрете написано, я вот сейчас просто пункт не найду, где это написано, но, если токен удостоверяет что-то, что подлежит госрегистрации, то, как бы, это нельзя. Ну, там, формально, если подходить, то, как бы, переход доли не требует, да, есть обязанность зарегистрировать устав, то есть, доля же может перейти без регистрации. Ну, продаем долю, перерегистрируем опять, но, 2-4, да, для перехода к другому лицу, брав, которые удостоверяются токенами, достаточно передачи токена этого лицу, за исключением перехода от права, требующего государственной регистрации. То есть, как бы, да, я просто формально, да, формально, переход доли не требует госрегистрации, она же переходит в момент определенный договор. Ну, как бы, здесь это, как бы, я, я, что хочу сказать, что это не будет урегулировано, я думаю, ближайший год, а, скорее всего, и два, просто потому, что, будет намного больше таких насущных проблем, которые прямо у всех будут болеть и которые будут решаться, то есть, те же ML, VC, как банки будут работать, ну, таких административного характера, а не корпоративного. Ну, здесь тоже это, для педагоги. У нас остается, у нас остается 10 минут и еще есть несколько важных вопросов, то есть, мы обсудили крипту, но я тут недавно выходил на улицу и видел, что вне крипты тоже есть жизнь, тоже что-то происходит. Да ладно, Дима, там какие-то люди сутки делают. На какую ты улицу выходил? На эту, в двор к нам, я дальше, дальше боюсь, я как в маркетинге декрета есть фраза о том, что вы применяете институт английского права, в начале мы разобрались, что часть из этих институтов они больше смахивают на институты российского права, но фиг с ним. Представим себе акционерный договор в компании белорусской. Могу ли я подчинить акционерный договор иностранному праву теперь? Есть ли компания в ПВТ? Да, есть ли компания в ПВТ? Окей. Да. Теперь второй вопрос. Если у меня акционерный договор подчинен, допустим, английскому праву, то в какой юрисдикции будет рассматриваться спор? Есть ли у вас исключительная подсудность к государственным судам? По-моему, если не ошибаюсь, там, кажется, написано на этот счет в положении, меня может, Роман поправит, по-моему, там написано, где это может быть рассмотрено, и там разрешены и арбитражи, иностранные суды. Другое дело, как бы, как эти акционерные соглашения, да, как они будут работать с императивкой? У меня вот здесь вот в этой интересно. Да, вот я просто себе представил... Мы можем написать, допустим, что Вася голосует следующим образом... А Вася так не проголосовал, например? Да, а Вася взял и не проголосовал, и по соглашению он нарушил, а императивку он не нарушил. А по императивному, да, он не нарушил. Единственное, что мы можем здесь, по сути, сделать, это влепить неустойку, да, если он нарушит, и просто взыскать с него неустойку. Здесь еще у меня один вопрос. Насколько белорусские суды хорошо разбираются в английском праве? Так же, как в английском, В английском языке. Хуже, наверное, чем в украинском, я думаю. Нет, хуже невозможно. Давай на уровне, я думаю. Хорошо. Ясно. Может быть, такие люди есть, но просто я не слышал ни об одной какой-то комплексной, реально полуценной программе стажировок наших судей за рубежом и тем более в англосаксонских юрисдикциях. Поэтому я допускаю, что если такие соглашения будут заключаться, 99,9, что, впрочем, и подтвердил вчера буквально на метапе Вилгерц, подтвердил господин, забыл имя, Андрей, он подтвердил, что, он представитель Zuber Capital, инвестфонд белорусский, и он сказал, ну, как бы, он сказал, что мы бы написали бы какой-нибудь арбитраж, потому что надеется, что белорусский суд справедливо рассмотрит. Ну, они бы, у них нет компетенции в этом, и они бы однозначно обращались к помощи экспертов, пришлось бы вызывать экспертов в суд. Это долго, дорого, проще сразу же это рассмотреть быстро в арбитраже. Понял. Еще два вопроса. Смотри, я понял, что нужно внести изменения в подзаконные нормативные, ну, точнее, привести нормативку в соответствии с декретом. На это дается три месяца. Какой объем этой нормативки? На мой взгляд, я вот не знаю, мне кажется, безграничный, просто потому что токенизировать можно все, а система, блокчейн-система и производная ее в виде токенов, криптовалют, она просто институционально противоречит институтам с точками входа и выхода, да, то есть банковской системе и прочему. На мой взгляд, это может продолжаться просто бесконечно, но базово, что, на мой взгляд, должно быть регулировано, это IML однозначно, должны быть какие-то даны пояснения на этот счет, особенно в части конвертации токены реальные деньги. Да, здесь может применяться старое законодательство, но все-таки, мне кажется, понадобится дополнительное пояснение. По поводу конвертации токен-токен, сегодня такого регулирования вообще как бы в мире в принципе нет, и Евросоюз только собирается там кодика через два может что-нибудь написать, возможно, в пятой директиве IML они это напишут, а пока имплементируют каждый, так это, ну, непонятно, сколько времени пройдет. Но сегодня по дефолту самые нормальные биржи, какой-нибудь Coinbase, да, другие ребята, все нормальные биржи сегодня стараются, ориентироваться на мировые стандарты KYC, то есть, чтобы не было просто проблем на будущее. Понятно, а IML KYC, что еще нужно базово поменять? Гражданское законодательство нужно сколько менять? Бухучет, возможно, какие-то изменения в гражданское заказательство, хотя это вопрос, стоит ли добавлять токен в объекты гражданских прав, это является ли он самим ответом? Автоматически нормы декрета они не будут иметь, ну, поскольку они приняты позже, это специальная норма, они будут иметь автоматически, да, какое-то значение? Ну, у нас, в принципе, все, что принимает президент, указы декрета, они выше кодекса гражданского в частности, поэтому там, неважно, позже, раньше. Просто три месяца, это же как бы немного, а тут нужно будет госорганам разобраться, что вообще такое биткоин, о чем ребята говорят и что там написано, поэтому будут делать только то, что реально горит, а это вот то, что описал Алексей, плюс я еще добавлю, скорее всего, требования к этим операторам всяким. Да, разумеется. Подписаться, да, то есть не только в части MLQIC, но еще наверняка какая-то финансовая устойчивость, то есть как эти, там, 500 тысяч нужно хранить, где как. Там даже порядок какой-нибудь, там, закрытие торгов, например, ну, грубо говоря, биржа упала, что делать? Ну, вот все вот эти вот вещи, они должны были прописаны на уровне внутренних политик, все это должно быть. Рома, у меня к тебе есть вопрос лично, ты же все-таки консультант, такой же, как и я, это Алексей, он больше так in-house, меньше консультант. Сколько у тебя было обращений за эту неделю, вот с пятницы по сегодняшний день, чуть меньше, чем за неделю, о том, чтобы, типа, Рома, давай сетапить компанию, там, под ICO, давай делать, давай под стартап сетапим компанию. Сколько ты получил таких обращений? Больше пятнадцати. Скажи, ты всем этим компаниям говоришь, давайте подождем три месяца, или ты им говоришь, давайте подождем больше, чем три месяца? Что ты им говоришь? На самом деле, наверное, из этих больше половины, когда им говоришь, что раньше, чем через три месяца ничего точно не получится, говорят, типа, вы что, мы там через полтора месяца запускаемся, потом будем думать, то есть потом, возможно, будет какая-то там структура, там, остров Мэн, не знаю, белорусская компания и так далее, но ну, у ICO все-таки слишком короткий как бы цикл, да, то есть они быстро рождаются, быстро запускаются, вот, а остальные, да, то есть, ну, три месяца, да, надо подождать, окей, там, через полтора месяца спишемся, такого плана. У меня, кстати, есть... Я просто абсолютно уверен, что, я знаю сейчас, что тут все бурлит, и вот там 28-ое до марта придет и 28-ого марта там уже будет очереди стоять везде. То есть запустятся сразу наверняка какие-то биржи, которые уже, я знаю, как минимум пилят две, куча всего будет. Ну, у нас еще есть две минуты, поэтому можем отрефлексировать. Назар, судя по твоему лицу, у тебя в твоем, в твоей голове есть вопрос, задай ее, что ты... на самом деле не что, чтобы вопрос, у меня как бы как бы что энтузиазма реально намного больше у всех по отношению к декрету, чем каких-либо реально стопроцентных конкретных ответов. То есть получается, что реально... Я когда был у вас в гостях две недели назад, две недели, это уже, да? Неделя, наверное. Да, неделю, буквально за пару дней до подписания декрета, я вспомню эти горячие глаза у всех. Да, это как бы было очень интересно, реально, я уже писал об этом когнитивном диссонансе. То, что Назар говорит, что ничего не понятно, однозначно для физических лиц урегулировали, прямо я не представляю, как это можно откатить назад под законными актами. То есть ты... Да, 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 освобождение полностью от налогов практически всех операций с криптой, да, включая там перевод фиат и там дальнейшее какое-то использование. То есть можно приехать в Беларусь, да, пожить тут 183 дня, получить налоговое резидентство и если там с домашней юрисдикцией все нормально, там никаких экзит-тексов нет или еще что-то такое для физлиц, то осуществлять вот эту деятельность, вот это уже 100%, вот это уже никак не откатить. И криптобиржу свою еще можно сделать физическому лицу. Да, вот это вопрос, но в принципе пока... искренне все это разъяснят, судя по тексту, каких-то ограничений по количеству операций и по объемам нету, большому счету зачем эта криптоплатформа, когда я могу завтра хоть сделать свою криптобиржу? слушай, я так понимаю, что теперь у каждого беларуса будет своя криптобиржа, то есть мы сейчас... у меня просто посыл был, знаете, в том, что у вас, реально, у вас настолько все горят этой идеей, все так хотят, что как бы мне даже трудно представить, чтобы оно как-то не двигалось вперед, оно, мне кажется, будет двигаться по-любому вперед, потому что очень большой энтузиазм, и как бы я вас таким... критики пока что больше, все-таки критики больше... кстати, а когда будет этот баттл? юристы критикуют, а бизнес, вот как я общался, все очень, несмотря на критику, очень настроены очень оптимистистически. Леша, Рома, а когда баттл будет вот с этим чуваком, который... все очень ждут, я не знаю. это будет рэп? это будет... что не будет? он не будет, он не будет баттлиться, ну, я просто, я не знаю, я у него на странице, к сожалению, забанен. судя по тому, что там я слышу, там их фон, вроде бы как не будет. слушай, а есть вообще... я просто сказал, что теперь у каждого белоруса будет своя криптобиржа, да, то есть это, знаешь, такие могут, такие даже стереотипы сейчас поменяться, там, там, украинцы, это чувак, у которого кусок сала в руках, там, русский, это чувак с бутылкой водки, если раньше белорус, это были там грибы и картошка, то сейчас это будет криптобиржа у каждого, да, то есть у нас такая вентальное будет изменение. Это будет токен на картошку. Да, у меня глупый вопрос, то есть может быть это национальной идеей вашей, там постепенно станет делать, там, цифровую экономику, или это, если на романтичную мысль? Я думаю, что маловероятно, потому что у нас, к сожалению, обостряется вот это вот негативное отношение вообще, в принципе, к IT-индустрии, это связано, в том числе, с этим декретом, потому что IT-индустрии дается слишком, ну, по мнению многих, на самом деле, что им даются слишком такие, как говорят, белорусское слово, там, льгот за НАТО, да, то есть слишком много их, чрезмерно, и просто возникает, ну, уже какая-то ненависть, такая пролетарская, злая по поводу того, ребят, которые мало того, что много зарабатывают, так еще и не платят ничего в СССР, у нас же как бы социальные отчисления, они не традициональные, они формируют общий пул, и потом распределяются, и по сути, они вроде как, ну, типа недоплачивают, и, ну, это, я бы не сказал, что это национальная идея, многие недовольны, и мы видим вот то же самое, что сейчас происходит в Калифорнии. Да, недовольны же не крипто частью, недовольны, ПВТ частью. Про цифровую экономику, вот если говорить вообще, ну, не только про криптоэкономику, про цифровую экономику, скорее негатив, а про криптоэкономику я бы тут не строил каких-то воздушных замков, просто потому что по-прежнему 70% населения не понимают, что это такое, 15% блокчейн-пирамида, дословно, да, а 5% да, с энтузиазмом. Зарабатывают. Зарабатывают и с энтузиазмом. То есть в любом случае эта технология пока что еще не массовая, масса адопшена нет. Всем спасибо. Алексей Воробей, Киберфонд, Рома, компания Вилгардс. Я так понимаю, этих людей в ближайшее время достать будет невозможно, потому что они будут 15 запросов за неделю, то есть, ну, каждый день по 2-3 запроса, но они не будут получать, так что пишите, звоните им, доставайте людей. Вот, Назар Полывка, я не знаю, где ты, я тебя даже не вижу уже. Надеюсь, ты ее существуешь. сейчас увидишь ты меня. Давай, давай, давай. Что вот? Это не ты. Нет. А, я, я. Я существую, я как биткоин, ты понимаешь? Я как бы есть, но как бы где, вот как бы непонятно. Вот, всем спасибо, всем пока за связи, спасибо, что слушали нас, все 31 человек. Хорошего вечера. Пока-пока. Да, Дима, спасибо за модерацию. Пока всем. Спасибо, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok